Сначала ты пытаешься сделать все сам, пытаешься, чтобы было дешевле, а потом ты готов отдать любые деньги для того, чтобы ты просто все вернул взад, как было, хотя бы. Поэтому сейчас я еду к спецу, который занимается проводками, и чтобы он посмотрел на мой ужас и сказал, возможно ли это все восстановить как надо. И далее, не думаю, что можно будет снимать, но вердикт я вам скажу немножко попозже. Друзья, ну пока едем, я вам немножко тоже дам информации. На самом-то деле, несмотря на то, что Мерседесы наши были спроектированы в 80-х, а сделаны в 90-х, не стоит недооценивать тогдашнее развитие технологии именно в Германии. Потому что тогда, когда весь мир еще ездил на карбюраторах, то есть в Германии уже вовсю, были высокие технологии. А что касается Мерседеса, это и подавно. Я не могу сказать, что там есть что-то такое сверхъестественное, что-то такое вот сакральное, что вот смотришь на Мерседес 95-го года, и тебе кажется, что это какая-то священная корова, до которой даже притрагиваться нельзя. Нет, друзья. Мерседеса – это обыкновенная машина, которая работает по своим обыкновенным законам автомобильным. Там все просто. Если машина не заводится, значит, либо нет свечи, либо нет бензина, либо нет искры. Как и везде, как бы в любых машинах. Но, понимаете, я бы, в принципе, мог бы разобраться во всем, я мог бы перечитать форумы, я мог бы связаться с знающими все эти дела людьми, я мог бы все это сделать, но на это ушло бы куча времени. То есть, так как я уже куча времени и так потратил, и это, в принципе, привело к усугублению ситуации, то вы понимаете, что я не могу себе позволить еще тратить, к примеру, месяц на то, чтобы разложить эту проводку. Иногда действительно проще обратиться к людям, которые не просто, знаете, вот любят провода, как я, а те, которые вот жить без них не могут, которые их не целуют, а занимаются с ними реально любовью. То есть, такие люди есть, и действительно, когда я услышал от одного знакомого, он сейчас смотрит 100% это видео, и я знаю, что он самый горячелюбимый и дорогой хейтер, вот, ему привет. Когда я услышал, что проводку Мерседеса он переделывает, не глядя за двое суток, и возвращает ее в околозаводское состояние, я все-таки, знаете, сломался на самом деле, потому что у меня есть определенная патология головного мозга, когда мне хочется сделать все самостоятельно, да, и хочется везде сэкономить. Но, к сожалению, в данном случае, скорее всего, это не тот вариант. Поэтому, ну, посмотрим, что он скажет. А пока мы на Кольцевой, в Минске, где начинаются самые настоящие московские движения, а именно просто стоим и никуда не едем. Ну что, друзья, сейчас я вам расскажу, в каком я небольшом шоке вообще побывал. В общем, этот спец оказался реально очень знающим человеком. Он сказал, что я бы твою проводку за два дня сделал бы вот прямо на улице, короче. В общем, я принял решение, что я буду обращаться к вот этому спецу, чтобы он исправил мою проводку, сделал бы ее как по заводу. Потому что я понял, нюансов настолько много. Притом, не обязательно, что дроссель неправильно работает. Оказалось, он мне прямо сделал. Оказалось, что вот новый тросик, который я поставил с 124-го Мерседеса, я просто его тупо перетянул. И поэтому обороты были 1200. Плюс еще в машине есть явный подсос воздуха. Откуда он идет, я думаю, что он разберется. Так что, друзья, поэтому я понял для себя вещь, то, что есть сферы, есть сферы в этом автомобиле, в которые лучше всего не лезть. И то, что касается проводки, я вам хочу сказать сразу, что если вы никогда и не занимались, то лучше всего найти тех специалистов, которые этим когда-то занимались. И сделают это, во-первых, быстрее, во-вторых, лучше, чем вы. И в-третьих, вы, извините, если сравнить с ту анальную боль, которую вы получите, если вы будете делать сами проводку, а вы увидели, как я страдал, намного проще нормально выспаться дома недельку и подождать, пока вашу проводку сделают. Самое главное, что потом будет просто с кого спросить, понимаете? И вы хотя бы будете уверены, что это делает профессионал. Так что купим деньги. А еще один момент очень интересный, который он сказал. Он вынес из гаража такую же дроссельку, как у меня. Он сказал, сколько ты отдал за нее? 100 долларов? О, батенька, до тебя развели. Эти дроссельки вон у меня валяются в гараже, они по 30 долларов стоят, они нафиг никому не нужны. Потому что они ставятся только на 111-е моторы, и они просто никому не нужны. А тебя просто развели, потому что их просто в Минск не завезли еще. Потому что они приходят вместе с моторами. Просто еще моторов таких не завезли. И поэтому я постараюсь так же. Мне давали две недели на проверку. Я постараюсь завтра, значит, проверить. Я постараюсь завтра заменить ее и обращусь к этому парню. Плюс он проверит дроссельку, если надо, перемотает проводку на дросселе. Я точно, пацаны, буду уверен, что там не будет колхоза. И точно буду уверен, что все будет работать. Тем более, почему я с такой уверенностью говорю. Потому что просто мне этого специалиста порекомендовали люди, которые у него уже делали проводку. Он делал много Мерседесов. Он понимает, о чем он говорит. И он сказал, что я много компрессорных Мерседесов видел. Но я видел очень мало тех Мерседесов, у которых этот компрессор остался. Большинство из них уже атмосферные, потому что уже лопасти стерлись. Ну и все сопутствующие тому вопросы. Плюс он сказал, что к нему приезжала такая машина. Только со 104 двигателем 2.8. 202 Мерседесов. В намного лучшем состоянии, чем у меня по кузову. И стоила она в три раза дешевле, чем моя. Да, да, пацаны. Так вот цены падают на эти машины. Никому они не нужны. Нужны они только таким энтузиастам, как мы. Но это может быть хорошо, потому что вы можете сейчас реально выбрать для себя какой-то более-менее живой экспонат или неживое под восстановление за адекватные деньги. Не то, что я раньше покупал за 3.800. Да, и хочу, кстати, напомнить. Если помните, у меня было 1200 оборотов. С неисправным ЭВАП клапаном у меня было 1500 оборотов. А сейчас смотрите, сколько. Вот я на нейтралку поставил. Смотрите, дроссель пытался выровнять. Выровнял. И ровненько 750 оборотов. И это все мне помог устранить за одну минуту вот этот специалист. Вот так вот. Он сказал, надо побольше формов читать. Просто тоже, знаешь, знаете, друзья, тоже, вот мы иногда читаем форумы, да, там пишут, начиная, вот, городят все, начиная от выхлопной трубы, заканчивая капиталкой двигателей. Городят все, что могут. Потому что он сказал так, что вот если даже взять 10 одинаковых машин, вот они приедут на, например, диагностику, либо приедут на ремонт, у этих 10 машин с одинаковыми двигателями, совсем одинаково, может быть 10 разных проблем. И решение этих 10 разных проблем может быть просто абсолютно разным в каждом случае. Поэтому когда я это понял просто по себе, да, он говорит, блядь, какие долбоебы сидят на этих форумах, что они советуют. Да я это, друзья, и на себя проецирую, понимаете. Я же тоже учусь вместе с вами. Если там год назад я рассказывал какие-то одни моменты, да, сейчас, может быть, это все поменялось. Я как-то переосмыслил это. Поэтому когда вы получаете информацию, даже из моего блога, я, ну, хочу это признать, как бы, судя по последним событиям, даже из моего блога вы должны тоже не принимать это все за чистую монету, вы должны тоже проецировать это конкретно на ваш автомобиль. Потому что, ну, несмотря на то, что машины примерно одинаковые, проблемы и решение их может быть разное. Поэтому, что потом просто, ну, вы не говорили, что вот, блядь, мы посмотрели тебя там, а из-за твоих советов там угандошили машину. Вот. То есть, понимаете, да, ситуация не глупая. Вот. Надеюсь, что у вас все будет хорошо. Успехов, удачи. Ну что, друзья, вот и настал тот день, тот самый день, когда я везу свой Мерседес в санаторий-профилакторий, для того, чтобы он омолодился и получил полностью новую проводку. Плюс еще у ремонтника я составил такой небольшой список вопросов из 18 пунктов, касающихся моей машины. И посмотрим, что он на это ответит. Надеюсь, я его очень сильно не заебутал этими вопросами. Вот. Но, слава богу, что есть какая-то, ну, есть какая-то варианта, что мой Мерседес все-таки сможет поехать нормально. Ну что, друзья, мы с вами увидимся в следующей серии. Я вам покажу, как Мерседес поедет на новые проводки. Уже сделано действительно правильно, прозвоненный, подключенный к нужным контактам, проверенный на компьютере, с новым полностью, вообще полностью настроенным, исправленным дросселем. И мне хотелось бы на это самому посмотреть. Ну, не будем, как говорится, заглядывать вперед. Вот деньги я нашел на первоначальную предоплату. И поэтому поставьте колокольчик, напишите в ваш комментарий, поставьте лайк, чтобы не пропустить новые видео, естественно. И увидимся с вами. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok